здравствуйте приветствую всех на своем канале сегодня хочу показать небольшие обновочки для своего сада огорода что я приобрела возможно вы посмотрите и решите что вам тоже это нужно может быть забыли это прикупить я сама люблю такого рода видео смотрю потому что обязательно что-то вспоминаю что мне нужно вот думаю о весне а вы знаете снимаю видео и такой ветер за окошком и снег 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 на дачу сюда ехали просто метель была и завтра будем уезжать то же самое метель куда ты метешь горшочек со снегом хватит уже ну ладно приступим к тому что я купила вот такой садовый диатомит почвоулучшитель природный универсальный ничего о нем не знаю приобрела его впервые если у вас уже какое-то мнение есть о диатомите пожалуйста напишите поделите своим мнением стоит этот стоит его приобретать не стоит его приобретать или это такое знаете опять из разряда лохотрона как с нас садоводов огородников побольше денег получить сейчас я вам почитаю что здесь написано природный универсальный почвоулучшитель защита растений от вредителей и гнилий продление эффекта полива и подкормки в два в четыре раза увеличение урожайности на 13-40 процентов улучшение воздушного теплового режима кислотности почки почвы сто процентов натуральный продукт здоровое питание биокомплекс 3 литра стоит 240 рублей вот на обороте здесь написано как им пользоваться как бы такая инструкция из чего он состоит состав вот здесь есть пользоваться 100 миллилитров на квадратный метр земли это при при перекопке потом перекапывать на штык лопату вот весной хочу вот этот диатомит использовать теплицы там где у меня проложен греющий кабель ну вот не знаю буду ждать ваше мнение надеюсь вы мне напишите стоит он или не стоит конечно я почву улучшаю и без диатомита но столько новинок у нас сейчас на рынок выходит почему бы не попробовать не понравится значит больше не буду его приобретать диатомит садовый далее ну вот хочу вот это показать гортензия так как бы чтобы вам не отсвечивает видно пол стар вот стоимость ее видно 760 рублей вот эту красоточку хотела приобрести еще в прошлом году но как-то вот не случилось разобрали и и очень быстро не получилось а заказывать где-то где заказывал в интернет магазинах там ее не было в наличии куприобретала это все если вы вот увидите можно уже увидеть где этом практик сада магазин в девятки на мой любимый магазин сейчас там вы знаете очень много в большой выбор гортензий клематисов есть гортензия самарская лидия кто еще ее вот хочет кто не приобрел по-моему стоит 1000 рублей вот в таком же пакетике саженец не буду точно говорить не знаю но все они там стоят 1000 1200 760 рублей вообще конечно цены в этом году я в том году самарскую лидию приобретала вот как раз за такую стоимость в этом году конечно она намного дороже клематисы очень хороший выбор там есть как раз моя хотелочка что я хотела но брать не стала потому что еще с прошлого года два клематиса не не обрели свои постоянные места прописки в моем саду а сидят в прикопе вот так давайте посмотрим говорю говорю посмотрим какой же был саженец вот такой саженец вот обратите внимание всегда говорю вытаскивайте саженец из упаковочки из коробочки обязательно смотрите чтобы соответствовала надпись тому сорту который вы приобретаете у меня в свое время я уже об этом рассказывала был очень печальный опыт и хорошо вот девочка кассир на кассе она посмотрела и говорит а вы видите что вы не то берете в общем в более дорогую упаковку был вложен более дешевый саженец и представляете то есть кто-то там какую-то вот махинацию хотел совершить но в общем саженец хорошенький крепенький такой небольшой но очень очень достойный вот уже видно что просыпаются почечки но у меня здесь на даче в тепле в доме стоит уже два дня поэтому в этом году мне уже не страшно приобретать поскольку я уже имею опыт хранения в погребе и все конечно это вот так и пойдет в погреб то есть все вот этот саженец помещу в эту же упаковочку и пожалуйста в погребе буду хранить до посадки очень ранее цветение низкорослый компактный сорт сорт идеален для патио но я думаю что также в горшечной культуре можно его выращивать мне честно говоря не очень нравится когда вот преобладают цветки вот такого строения но вот пол старта что я видела в обзорах показывали на ютубе мне очень понравился еще таких пышных могучих кустов нет поскольку это новинка но то что мне нравится это очень раннее цветение зацветает в конце июня и вот маленький компактный кустик веточки все прямо стоячие нет лежачих веток и вот такие знаете мотыльки красивые мотыльки которые в сезон несколько раз меняют цвет пол стар красоточка магазин девяткина напомню еще вот такой биогумус приобрела вот именно такой биогумус приобретаю впервые все время покупала в леруа мерлин в желтых пачках но в леруа мерлин не сейчас хода нет поэтому вот биогумус приобретала в обе да девочки и мальчики я выпускала видео со скидками в обе средства защиты почему-то очень много там отписавшихся было не знаю что там не понравилось в прошлом видео но вот уже была в пятницу и уже многих скидок нет то есть та же фертика уже не по скидке поэтому смотрите быстро очень скидки заканчиваются вот биогумус никогда не начинаю посадочный сезон без биогумуса добавляя его и при высадке рассады обязательно при севе семян добавляю в мои любимые петунии вообще в любые горшечные цветы я обязательно добавляю биогумус много много лет я пользуюсь биогумусом но единственное что вот разные марки вот про эту марку ничего не могу сказать написано продукт класса премиум 10 литров стоимость порядка три трехста восьмидесяти рублей но в принципе я посчитала что для 10 литров это недорого тоже если вы вот им пользовались пожалуйста напишите мне свое мнение как он вам нравится или нет может быть стоит еще одну упаковку приобрести потому что ту же рассаду без биогумуса я никогда не высаживаю в теплице но еще знаете что хочу похвастаться можно вот так вот такое мое новое увлечение я начала плести кашпо вот такие кашпо не знаю как вам понравится или нет это вообще мое первое кашпо оно из ротанга как-то ночью не спалось светочка большой тебе привет спасибо дорогая это мой вдохновитель это света мы дружим в контакте у нее дача в моем направлении она тоже начала плести кашпо показала мне заразила но конечно когда знаете руки не для скуки то что-то какие-то шедевры мы еще можем сотворить в общем это полиротанг искусственный ротанг можно сюда высадить цветок можно также горшок поставить в это кашпо вот сейчас вам покажу какой-то полиротанг это вот такой полиротанг из него я плела то есть на улицу ничего с ним не будет это искусственный материал и он все абсолютно хорошо переносит осадки солнечные лучи потом со шланга промыли так как мне уже говорили люди у которых есть такие кашпо промываются в конце сезона водой шланга и все замечательно просушиваются и хранятся вот такое кашпо как вам ничего если понравилось пожалуйста напишите очень хочу узнать ваше мнение как только я выставила первую так фотографию своего кашпо у меня тут же нашлись покупатели сказали вот купим купим но первое оставляю для себя потому что вот такое долго вымученное так я переживала когда его плела ну вот надеюсь что это мое новое увлечение потому что картины вышивать сейчас не могу из-за глаз но кашпо еще глаза позволяет делать все всего доброго будьте здоровы и счастливы все всего доброго всем всем пока